Ободрение для уставших 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 15 стих. Павел обращается к проблеме верующих, которые используют скорое возвращение Иисуса как оправдание для бездействия. Апостол призывает Фессалоникийскую церковь увещевать таких христиан и даже отстраняться от общения с ними, но не из враждебности, а из любви. Он призывает их брать пример с него и его сработников служения, ведь они усердно наработали своими руками, чтобы не стать бремием для общих верующих. Сосредоточенность на небесах не означает, что мы должны пренебрегать добрыми делами, которые можем совершать в этой жизни. Напротив, Писание увещевает нас не унывать, делая добро. Стих 13. Хорошо думать о божественном, но при этом не забывать, что Бог приготовил для нас добрые дела и на земле. Ефесянам 2.10. Применение. Что может заставить верующего пренебречь делами, которые Он призван совершать на земле? Как сосредоточенность на небесах должна влиять на наши повседневные дела? Размышление, часть 2. Истинный мир. Второе послание к фессалоникийцам, 3 глава, с 16 по 18 стих. Павел завершает свое послание к фессалоникийской церкви молитвой о том, чтобы Господь мира даровал им мир всегда во всем. Стих 16. Когда люди думают о мире, одни представляют себе тишину без лишних внешних звуков, другие – отсутствие борьбы будь то в мире, в целом или в их личных отношениях. Но это не полное определение. Без Бога истинный и прочный мир невозможен. Он – основа мира. Чтобы обрести истинный мир, мы должны сначала обрести мир с Ним самим. Только тогда мы сможем обрести мир внутри себя и мир с другими. Когда мы ходим Божьими путями и доверяем Господу, мы открываемся для мира, который может дать только Он один. Применение. Чем представление о мире в Писании отличается от представления общества о мире? Почему мир невозможен без Бога? Молитва. Отец Небесный, благодарю Тебя за мир, который Ты даруешь своему народу. Научи меня пребывать в этом мире и направь меня на добрые дела, которые Ты заранее приготовил для меня. Помоги мне упорно, не зная устали, творить добро, во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Дорогие друзья, мы запускаем телеграм-канал издательства. В канале мы будем публиковать ежедневное тихое время, делиться анонсами новых книг и мероприятий, рассказывать о жизни издательства. Из-за трудностей в работе Ютуба мы очень хотим продолжать оставаться с вами на связи и приглашаем присоединиться к нашему телеграм-каналу. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видео разборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok